доброе мрачное утро всем мрачное но теплое будем находить позитив посмотрите какой глубокой вспашки они тут сделали интересно что в этом году посадят в прошлом году были тыквы ну и похоже вот все между ряди с тыквами все вспахали вчера мы вот здесь немножко гуляли с новой и видели как наводят порядок в садах в общем потихонечку дело движется к весне и мы сегодня тоже решили сады спуститься пока они начали здесь удобрение всякой химии лев хотел пойти направо но сегодня очень сильный ветер хоть и теплый я пока не разрешаю себе сильно долгие прогулки так что мы идем налево и 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 давай пошли кстати говоря вот тот иван который у нас время от времени в наших видео появляется впервые мы с ним познакомились скажем так заочно однажды мы гуляли здесь с моими собаками с этой стороны вот этой речушки а он с хозяином там гулял я так напугалась по какой-то причине убрали здесь яблони знаете такой сорт был классный типа семеринки или какого-то голда на вот такие зеленые сладкие яблоки почему-то убрали их может быть новенькие посадят не знаю видите сетку оставили я поначалу как только мы приехали я тут снимала каждый кустик мне интересно было особенно когда начиналось цветение видите пушистики появились тут уже там кстати сейчас я слышу такой характерный звук вот этих машинок пневматических там этот мужчина который однажды претензии мне предъявил что я тут хожу интересно это лично он обрезает сады или наемный работник сейчас пойдем посмотрим нарвемся на разговор я пошел работу проверять не могу стоял долго смотрел что они тут наворотили но вы видите да какие какая вспашка что лео может сам там провалиться между рядами лёвочка ты куда пошел давай возвращайся в общем он сует нос в каждую глубокую щель ну может тут пахнет какими-нибудь мышами кротами да лёв давай возвращайся мне тебя будет потом не отмыть земля здесь жирная и мокрая теперь а он же любит копать норки выкапывать норки приходи да понятно наше любимое занятие взрослый уже лео а так можно было бы его спасательный отряд на работу отдать да лёв ты бы точно всех унюхал видите как глубоко копал он вспахивал копал вспахивал ой девчонки меня так повеселили поля ну ты себя узнаешь пишет мне посмотрела предыдущий ролик и пишет нина бык не семенной а племенной я так хохотала я так хохотался ну да я еще тот деревенский житель да лёв никого не нашел кстати вчера мы вышли гулять вечером и видели приезжала такая машина оборудованная это приезжал ветеринар у него там знаете прям целая лаборатория видите да как глубоко что леву прям вообще только что голова торчит какая глубокая вспашка давай выбирайся лёва вот молодец так вот приезжал ветеринар у него там какие-то ящички какие-то тумбочки в общем приезжал он обследовать этих эту семью быка и две коровы ну вы знаете здесь нет не принято так как у нас знаете прямо сразу вот все спрашивать как и что потом думаю что я убит из просто ну что ребят лежим жуем потихоньку да это вчера к ним вот к этой троице приезжал доктор представляете вот они так обособлено и отдыхают такие смешные бята тоже сказала она говорит они в последнее время плохо едят и мало двигаются может быть у них проблему же какие-нибудь возрастные с суставами бедные так животных жалко потому что они же не знают чё как сказать то что у них а вот видите у нее прямо даже выгибаются коленки в другую сторону тиму сладкий бедняжка ты надеюсь что он назначил какую-то терапию для того чтобы им помочь вот это мальчик беленький мальчик мужчина в самом рассвете сил зовут его гонзу это какая-то по-моему биата говорила по моему пока это испанская порода а она билинда билинда его любимая жена главное вот они тоже всегда вместе вот это у них как раз бывают беленькие телятки с черными мордочками черными ушками как у папы а еще бывают коричневые вот с такими светлыми челками как у билинды ладно пойдем домой а то сейчас лево на них будет лаять да левочка и велосипедист идет боюсь что он под велосипед брусится ура ребят прям какие-то первые весенние дни то ли потому что я более-менее выздоровела уже ну и меня приветствует посмотрите руккола свеженькая ура начинается зелень своя на огороде на моих подписных грядках ну начнем с того что она всю зиму была видите семена рассеялись по всей территории сейчас я ее возьму на салатик а еще у меня первоцветы тоже первые цветочки классненько знаете откуда они из лесу я однажды выкопала цветочек и прикопала здесь вот они меня радуют ура детки мои слышите звуки какие зашли слева на берег но это их любимое место прогулок наше любимое место прогулок я сейчас нашла пока зелени нет я нашла еще более интересное место как можно сюда заходить наше любимое место прогулок наше любимое место прогулока Ребят, буквально неделя-другая, и начнутся всякие зеленые листочки, цветочки. Вот посмотрите, это дерево-паразит, растение-паразит. Видите, дерево уже упало, а это растение по нему вьется, вьется. Лиана такая, посмотрите. Они даже зимой не замерзают, на верхушках деревьев даже на раз видишь зеленое. Интересно, что это такое? Ну, если их никто не съел, наверное, они не полезны для здоровья. Я не знаю почему, но Лео почему-то не любит здесь бывать. Однажды мы пришли, я еще тогда была в таких рыданиях по поводу того, что у нас Тони ушел на радугу. Я стою и что-то там бормочу про себя, плачу. Тони, Тони, алло! Так стал рассматривать вот этот берег. Он видно, видно почему-то думает, что Тони здесь пропал куда-то, заблудился. И он, честно говоря, прям вот обходит, обходит это место. Ну, я понимаю, что он хочет в тот далекий лес, который мы тоже очень любим. Ну, посмотрим, насколько меня сегодня хватит. Потому что, честно говоря, когда ты месяц вот так вот ничего не делаешь... Ага, пришел он и сюда, владелец местных земель. И, да, посмотрите, конечно, за годы она падала тут. Вот пока мы здесь живем. Ну, собаке по-любому уже пять лет здесь. И здесь, конечно, падают деревья. И вот он, посмотрите. Пилит здесь все, ухаживает. Да, старые деревья, видно, что они уже такие внутри были все поеденные насекомыми. Но я так очень даже за, потому что тогда лес становится более ухоженным. Ну, посмотрите, какие-то гады накидали тут покрышек, что даже деревья в них уже проросли. Ну, когда зелень, этого не видно. Лёва, давай сюда пойдем к реке сходим? Нет, не хочет. Хотя здесь, видите, он расчистил и стал спуск к реке интересный. Тащит, тащит меня. Колбаса. Скотч-терьер, у которого, наверное, предки хаски были. Посмотрите, там наломало деревьев. Ну, собственно говоря, есть чем топить всем. О, посмотрите, подснежников сколько. Красота какая. Прямо дровосек какой-то. Дровосек любитель. Лёва, давай, смотри, иди сюда. Здесь, смотри, какая дорожка образовалась. Этот дровосек нам тут её расчистил. Давай сюда сходим. Это же уже наш лес. Иди сюда лево. Посмотрите, сколько здесь старых деревьев, изъеденных уже короедами всякими разными. Ну, он, видите, стрижёт эти деревья, валит, пилит эти деревья, которые такие более-менее. Может быть, они, знаете? Ну, это мои догадки, поскольку я дилетант. Мне кажется, что они, наверное, горят хорошо. И здесь очень многие продают лес. Ну, дрова продают. Но камины. Лёва, ну что, посмотри, разве тебе не интересно? Посмотри, тут что? Ой, запуталась. Запуталась. О, посмотрите, в лесу ежевика. Зелёная. Идёт, шуршит. А ещё знаете, почему я ищу какие-то новые места поближе? И на раз бывает сильный ветер, холодный ветер. Либо я там, знаете, в кураже в каком-то хочу поболтать и заснимать что-нибудь, а получается, что ничего не слышно из-за ветра. Девчонки мне тоже написали, что не слышно, когда я разговариваю у дороги. Да, девочки, по-моему, Таня, это вы, наверное, писали. Лёва! А ты как представляешь, как я могу туда взял и упал туда вниз? Здрасте, приехали! Ну, надо же ещё и маме найти, где спуститься. Давай вот тут пойдём. Вот, поэтому мы, девочки, мальчики, конечно, я же снимаю контент для вас. Соответственно, поэтому я ищу места, где можно поболтать, и меня будет хорошо слышно. Лёва, иди сюда. Что ты такой не спонтанный, Лёвушка мой любимый. Иди сюда, зацепилось всё. Иди сюда, давай новое место посмотрим. А ещё, знаете что? Я тут подсела на одного блогера. Он из Беларуси, насколько я понимаю. И он, в общем, я не знаю, как его зовут, он живёт на берегу болота на хуторе. Ребят, вы не представляете, как он меня мотивирует вести обычную, неспешную жизнь. Ну, у него там, естественно, животные. Он молодой мужчина, я не знаю, мне кажется, что ему где-то так вот, ну, 40, наверное. Ну, 40 с небольшим. Вот, кстати, я, знаете, почему это копнуло сейчас, эту кору? Потому что он разжигал русскую печку корой. И она так быстро загоралась, я думаю, это что? Прямо с одной спички, я думаю, это что? Кора так быстро горит. И вот, оказывается, здесь коры, это и просто миллион штук. Ну, посмотрите, этот орёл. Ой, отлично, посмотрите, вот всё, я нашла спуск. Теперь я знаю, где он находится. И можно выходить на ту сторону. Здесь достаточно пологая, пологий берег. Вот, видите, он здесь напилил, напилил так хорошо. Но здесь ещё ему работать и работать. Так вот, этот блогер. И вот он, знаете, не спеша, то он в чугунке кашу варит какую-то, кто он стрижёт копыта у баранов своих. Или кто там, козы, овцы. Ну, тоже особо я не разбираюсь в этом. Так, аккуратно, потому что по скользкой земле можно, знаете, как съехать? Я пару раз уже съезжала по виноградникам. Ой, очень хорошо. Очень хорошо на природе. Как я рада, что я, наконец, уже могу выходить и гулять. Ну, и, правда, слава богу, уже тепло. А, вон, смотрите, сколько опилок. Это, значит, он здесь пилил. Ну, конечно, он здесь пилил. Вот. И вот здесь такой прям девственный лес. Ну, а это, скорее всего, бобры, кто натаскали веток. Здесь водятся бобры. И здесь, посмотрите, какая большая полотина. Ой, мне очень нравится то место, где мы живём. Потому что вроде мы прям даже и живём у дороги. И вот утром рано я уже закрываю окошко, потому что мне некомфортно спать, когда там машины гудят. Но буквально там прошёл метров пятьсот километр, и ты уже можешь углубиться в лесок, послушать журчание ручка. Вот какое дерево, посмотрите. Напилил, напилил. Лео, ты прям заинтересовался. Молодец. Давай, гуляй, гуляй. Мне интересно с собой взять кусочек коры. И попробовать растопить. И попробовать растопить. Ой, какая прелесть. У нас кленовое место. Видите, как здесь речка петляет? Прямо зигзагами такими. О, бью. Знаете, как в каком-то фильме. Интересно, каким образом. Там какой-то то ли бампер. Непонятно что. Лёва, пойдём попробуем сюда вот подняться. Давай, прыгай. Ну давай, ты же ещё можешь. Так, вот ты моя умница. Давай, давай, давай. Давай, колбаса. Давай. На кровать же ты запрыгиваешь. А тут что? Ой, неоперный театр. А мне-то как... Ой. Давай, я тебе помогу. Давай. Давай. Вот, молодец. И представляете, вот выходишь, и вот это... Я не знаю, как на камере. Вот это дорожка, где ходят олени. Ну, может быть, ещё ходят эти, как называются, хрюшки эти кабаны, которых я боюсь. Знаете, мало ли там они будут защищать своих кабанят от маленьких. И вот туда уходит дорожка. Очень много здесь оленей. О, мама миа! Папа римский, посмотрите. Посмотрите, какие они. Они просто огромные, ребят. Они просто огромные. Вот мой палец. Посмотрите, какая огромная. И вот их вообще море. Огромные улитки. О, обозецки. Здесь вот и шишки, и раковины. И здесь тоже. Прям замечательный лес. Лёв, я же хочу посмотреть, что там за машина припарковалась. Ты посмотри, он даже там новые деревца посадил. Лёв, они пошли. Мне очень интересен участок леса, в котором мы с собой никогда не были. Всё время поверху ходили. А здесь так интересно, тихо, спокойно. Мы оценили этот лес, когда была жуткая жара под 40 градусов. И мы приходили сюда отдыхать. Так, ну что, я хочу посмотреть. Что здесь такое? Ага, посмотрите. Даже у него здесь стоит, посмотрите, колышек. Ну, что будет, похоже, видно было, где граница реки, когда снега много. Так, что здесь он посадил? Посадил он деревца новые. Ну, похоже, это было в прошлом году. Так, вот, видите, какой-то бампер или что-то. В общем, какая-то часть от какой-то машины. Это как сюда человек проник. Ну, похоже, было время, когда можно было сюда спуститься на машине. Лет 70 назад, наверное. Да, Лёв? Вот именно здесь, на этом участке, очень-очень много вот этих улиток. Красота какая. Мох такой. Лёв, ты, наконец, заинтересовался, да? Ну, хоть что-то новое, а то ходим всегда по одним и тем же дорожкам. Ага. Да, похоже, здесь он прямо такой хозяин-хозяин, и он тоже любит это место. Посмотрите. Во-первых, он высаживает новые деревца. Тут он что-то собирает. Красота какая. Так, Лёвка что-то учуял. Чего-то Лёвка учуял у нас. Ой, здесь такое, знаете... Вы посмотрите, какая красота. Вот сюда прийти, сесть в креслице. Есть у меня такое походное кресло. Принести с собой завтрак, обед-ужин. Термос с чаем или кофейком. И сидеть просто, просто наслаждаться тишиной, журчанием воды. А он не просто так мечется, потому что, посмотрите, сюда на водопой приходят олени. Вот их тропка тоже. Лёва, обойди, вот ты опять запутался. Да, посмотрите, и Вить ушел. По следам ушел. Да, у Лёвка прямо талант. Он, хотел сказать, он художник. Он охотник. Он охотник. Да. Лёвочка, ну мы туда не пойдем. Уж туда-то я точно не пойду. Давай, возвращайся. Возвращайся сюда, давай. Возвращайся, Лёва. Ты что там, застрял? Вот это вот слово «застрял», знаете, это непростой звук. Потому что однажды на Лоском шоссе в парке мне пришлось просто залезть в пруд, в обуви, соответственно, и вызволять Лёву. Потому что он прыгнул в воду и за подземный какой-то корешок зацепился. И мне пришлось вот зайти по колено. Хорошо, что там неглубоко было. Две дамы наблюдали за мной, говорят. А что, вы бы все равно полезли, если бы он даже на середине пруда был. Я говорю, а вы бы свою собаку оставили? Ну, понятно, что они не собачники. Ну, все, почувствовал. Почувствовал Лёва свободу. Ой, какое сердечко. Сердечко из солнышка получается. Лёв, а Лёв, ну я туда не поднимусь. Давай вниз. Давай спускайся, пойдем назад этой-то дорожкой. Давай. Ну, классно, классно. А ну что, если ты меня потянешь? Если ты меня потянешь чуть-чуть, я тоже за тобой поднимусь. Да, здесь тоже. Ох ты, господи, ты мой золотой. Здесь тоже тропа. Он прямо идет по тропе. Здесь тропок очень много. Ой, Лёва. Сейчас. Сейчас. Сейчас, подожди. А, возицки. Ой, какая красота здесь. Только мы здесь не выйдем. Ну, сама ему показала, да, лес. А, я знаю. Мы вот в этом лесу бываем только с другой стороны. О, отлично. Теперь я поняла, где мы есть. Ну все, не потеряемся. Коршуны играются. Я в прошлый раз снимала, но мне их не видно. А, вот сейчас вижу. Ты посмотри, как он. Ой, как они любят парить. Ветер сегодня сильный. Это красные коршуны, миланы по-местному. Они занесены в Красную книгу. И здесь у нас гнездится несколько пар. Хотя их в Баден-Вюртемберге насчитывается 10 пар. Вот он, вот он, вот он. Они могут, между прочим, даже барашка небольшого унести. И мы раньше, когда приехали, я собак далеко не отпускала, потому что могли и собаку унести. Они прямо над нами так кружили, знаете. В особенности, если мы уйдем с Лео далеко, а то они там где-то чапают по-стариковски потихонечку. Так они начинали над ним кружить. Я говорю, не, ребята, я вам, Тони, не отдам. Где вы? Кричат там. Ой, вот как раз две компании, две пары. Вот они здесь живут. Вот они. Красота какая. О, я.